Правильно распределить денежные средства, эффективно их использовать и при этом увеличивать доход. Задача не из легких. Какие проблемы возникают в бюджетах муниципалитетов, говорили на видеоконференции с руководителями органов исполнительной власти Чувашии. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Чувашской республики за 9 месяцев 2014 года превысил 18 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это на 2,2% больше. Однако, несмотря на положительную картину, республиканский бюджет недополучил сотни миллионов рублей, которые до 2010 года не поступали в казну за использование лесных ресурсов и недр. А задолженность по неналоговым доходам составляет свыше 300 миллионов рублей. Серые схемы, вопросы коррупции надо нанимать на работу по выполнению функциональных обязанностей, честных людей, у которых еще на самом деле есть стержень, смотря на родословия родителей, дедушек, бабушек. А те, которые приходят, чтобы где-то что-то урвать и нажиться, соответственно, это вчерашний день. Поэтому я прошу, значит, Славян Александрович, сделайте мне анализ, пожалуйста. Вот мои выезды по районам обсуждали, все клялись, будут работать, включая руководителей территориальных структурных подразделений на территории этих муниципальных образованиях, потому что публично состоялось это обсуждение. Мне докладывали, что ситуации будут улучшаться. По докладу министра финансов, ситуация не улучшилась. Нарушение сроков наблюдается при строительстве жилья. По итогам 10 месяцев ожидается введение в эксплуатацию 546 тысяч квадратных метров, что составляет 101% к соответствующему периоду 2013 года. Но в Алатаре, Канаше, Шумерлинском и Вурнарском районах на сегодняшний день зафиксировано отставание от плана. План, скорее всего, был взят нереальный. Вы слышали, да? Исполняющий обязанности глава администрации города Алатаре говорит, что план взяли нереальный. Вообще интересно. Уважаемые коллеги, друзья, какие показатели плановые, неплавные, это так, для определенной работы. Сегодня жилье надо строить, а для этого развивается экономика. Министр внутренних дел Почуваший сообщил о новых требованиях к обеспечению безопасности людей во время массовых мероприятий. Теперь их категорически запрещено проводить без использования досмотрового оборудования и барьеров безопасности. Однако не все муниципальные образования сегодня имеют такую технику, несмотря на то, что средства в бюджете на эти цели были заложены. Михаил Игнатьев поручил обеспечить целевое использование средств, выделяемых из бюджетов разных уровней, а по отношению к недобросовестным исполнителям муниципальных контрактов ввести активную претензионную работу. Анастасия Алексеева, Евгений Анисимов, Республика.